Мы будем действовать в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, предусматривающих право государственной самообороны. В результате проведенных экспертиз на всех предметах, о которых я сказал, выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства. По оценке наших специалистов, на борту воздушного судна в полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте. В результате чего произошло разваливание самолета в воздухе, чем объясняется большой разброс частей фюзеляжа самолета на таком расстоянии. Можно однозначно сказать, что это террористический акт. И мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников. Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поименно. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем. При этом мы должны отбираться на людей, которые разделяют наши моральные и нравственные ценности, лежащие в основе нашей политики, в данном случае внешней политики и политики безопасности. Политики борьбы с терроризмом. Наша работа, боевая работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена. Она должна быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие не избежало. Я прошу Министерства обороны и Генеральный штаб представить соответствующие предложения. Прошу от Министерства иностранных дел Российской Федерации обратиться ко всем нашим партнерам. Мы рассчитываем в ходе этой работы, в том числе и по поиску и наказанию преступников, на всех наших руководителей. Все, кто пытается оказать содействие преступникам, должны знать, что последствия от попыток такого укрывательства будут лежать полностью на их плечах. Я прошу все наши специальные службы сосредоточиться на этой работе. Продолжение следует...